приветствую вас на моем канале сегодня мы рассмотрим мод для евротрак симулятор это scania 113h находится в салоне scania смотрим его конфигурацию итак рассмотрим модельку достаточно неплохая моделька ну скин и конечно не очень идет но посмотрите детализация просто хорошая отличная даже я бы сказал смотрим какие кабины можно ставить есть два типа кабин видим что изменения касаются только в том что у нас появляется окошко заднее принципе не не вижу ничего плохого в заднем окошке еще и по бокам добавляются окна будет светлее спалка у нас палка там есть идем дальше ну какой-то темный салон мне кажется но уже будем смотреть дальше что по шоссе мы видим что у нас есть несколько видов шоссе есть заниженные с россии 6 на 2 6 на 4 ну давайте вот это 4 на 2 будем использовать идем дальше что у нас по двигателям видим тоже двигатели много автор сделал свой логотипчик здесь это тоже хорошо все хорошо подписано и читается трансмиссии мы видим что есть 6 передачные 7810 и 12 с ретардером естественно смотрим что он мы видим по интерьеру интерьер достаточно темный но также детализированный хорошая обшивка сидений и приборка также смотрим второй вариант видим что здесь добавляются вот такие вот датчики еще turbo на одном какой-то еще у лет написано и или о лево ну давайте эти датчики оставим так идем дальше что у нас в пейнт джобах видим что у нас несколько раскрасок немножечко отдалю и посмотрим что они меняют стандартные цвета видим что есть красный черный синий и на свой выбор дальше посмотрим что у нас цветах видим что полоска одна и та же нет меняется ее цвет но основном грузовичок такой сероватый хотелось бы так что здесь нарисовано вот такой вот орел нарисован вот этот крас красно-белый я бы сказал бы серый ну видим что скинов предостаточно но немножечко кажется мне что темновато моделька давайте вот этот выберем можно ли изменить этот цвет белый так ничего не меняется до капот можно поменять об хотел бы сделать побелее потому что он какой-то серый вот теперь грузовичок выглядит просто отлично смотрим дальше что у нас по внешнему тюнингу много много точек давайте начнем снизу как всегда вот так вот у нас будет ну конечно слишком низко но пускай будет идем дальше что у нас по бамперам такой бампер ей конечно не подходит идем дальше вот так вот ну красный уже под цвет уже получше смотрится немного вариантов давайте выбирать между этим и этим ну давайте вот этот второй вариант выберем на следующее что у нас до появляется добавляются там парке их плохо видно как будто у меня в мониторе вы выкрутили яркость так следующее это бампер я уже посмотрел следующее здесь надпись 440 добавляется надпись 440 так что это меняет это он мы уже назад поспешили так решеточку можно тоже красить красный или же в черный пластик ну давайте черный сделаем так логотип уже стоит его можно убрать но пускай будет он не абсолютно не мешает антенка вот такая вот ну антенка мне не нравится ну чтоб вы знали что она есть здесь все не знают антенки или тут какой-то свет предназначен но это антенна что нам предлагается мне не очень нравится можно ставить с двух сторон и и кстати так что то я не нахожусь зеркала зеркала тут можно ставить или нет нет только антенну к сожалению я думал все таки капотное зеркало можно будет установить так решетку мы так и оставляем идем теперь вверх что у здесь вот этот антенна везде мне лезет так какие-то там наклеечки добавляет следующее здесь у нас уже все установлено плохо что даже не на английском языке и я абсолютно не понимаю что там нам предлагают это тоже все в салоне пускай будем смотреть его уже потом так это берусь до санвизора интересно или нет так тиви можно там ставить не будем ставить так парасол наконец-то добрался до санвизора можно поставить поменьше можно поставить светом ну давайте вот такой вот санвизора ставим смотрим что мы тут можем делать это все внутри я так понял опять попался на санвизор можно убрать наш кондиционер мы видим хорны вот такие вот но только почему-то с одной стороны ну пускай будет хотя бы что-то также не вижу здесь спойлеры так идем дальше сбоку мы видим шины и диски у нас стандартные здесь у нас регулируется точнее не регулируется можно окрашивать зеркало мы его красим цвет пейнта так вот наконец-то я нашел дефлектора да спойлер можно ставить конечно же мы поставим так дальше у нас это антенна опять же сбоку антенна с той стороны разные виды фар давайте посветлее вот такие поставим дальше вот это еще спица которая меня преследует еще в автобусах антенна так чтобы не пропустить никакую точку немножко меняется угол точка уже пропадает в цвет нельзя покрасить те наши ящики ну давайте черным оставим баки двойные хромированные пускай будут хромированные так идем дальше вот такой логотипчик scania можно сюда пристроить тонировка окна давайте уберем кстати окно только с одной стороны заметьте так что у нас здесь это все внутри это все у нас внутри нашего салончика меняется вот еще такая вот защитка здесь добавляется так давайте смотреть что у нас здесь этот элемент никак не регулируется можно красить наши защиты для колес пускай будет под цвет опять это спица ну она мне тут вообще не нужно совершенно так что у нас по брызговикам видим scania вот такие вот брызговички можно установить достаточно красивенькие видим что размещение кабелей тоже можно менять это у нас наши наши спойлеры дальше переходим в салончик так еще трубу забыл посмотреть то есть война и давайте двойную оставим переходим салончик тут очень много точек и давайте начнем зеркал посмотрим не меняется ли зеркал вроде бы как черный вариант побольше серьезно ну это не сильно существенно давайте оставим красным дальше что у нас так вот этот у нас дефлектор тоже меняется чисто его тонировка можно сказать так что у нас здесь ничего плохо что часть этих так gps видим что аж здесь появляется или тут ну не знаю по моему здесь он лучше смотрится смотрим дальше меняется отделка наших вот этих боковых частей приборки можно полностью в красное ставить черное немножко серого ну давайте вот такой вариант сделаем что у нас пор рулю смотрим рули разные варианты есть все это весь выбор ну не знаю даже какой выбрать ну давайте вот этот оставим так здесь у нас все уже выбрана выбрана точка все точки уже поставлены по предметам а это у нас половички меняются вот этот получил классно смотрится так 5 антенна просвечивается здесь у нас на дашборде можно ставить какие-то предметики видим что sisal поддерживается это хорошо ставили там бутылочку опять на зеркало попадаем видим вот здесь можно наклейки такие они по бокам и сверху так только сверху в принципе у нас там идет затенение но я не вижу никакого смысла в этих надписях совершенно так дальше зеркало под машину настроили опять я попал на зеркало основное так давайте по спалке что у нас здесь можно закрыть окошко это следующее поставим экранчик здесь телевизор обшивка нашей спалки меняется тоже очень классно ну давайте в красный такой так зачем можно чашку ставите предметы от sisal на нашу спалку не знаю зачем это может пригодится но сумку можно поставить так дальше что у нас можно повесить шторки при открытой шторке давайте оставим при открытой шторке здесь у нас аудиосистема ставится можно и убрать так сверху что мы видим люк люк тоже там можно менять на аудиосистему климат-контроль здесь можно поставить рацию видим что точек очень-очень много шторки можно повесить принципе у нас спойлер все это сам делает ну давайте снежинку повесим что у нас здесь это нашу тонировочку делает пускай будет тонировочка sisal поддерживается также и тут можно вешать всякие флажки это хорошо что автор такое сделал так и опять вернулся на приборку в принципе большую часть мы уже рассмотрели возможное что-то пропустил но вы поняли что очень много здесь видим что обшивку можно менять даже вот края сидений и меняется и обшивка самой спалки это очень классно и так я прицеплю сейчас к нашему грузовичку трейлер и посмотрим его уже в игре и так я прицепил трейлер к нашему к нашей скании давайте рассмотрим вначале наш салончик видим что тени проходят в заднем окне видно наш трейлер прямо впритык он конечно но видно я потому что я выбрал такое шасси можно выбрать другое но нам надо тестить с разными шасси видим что у нас здесь есть магнитолка стереосистема радио все здесь присутствует давайте включим двигатель послушаем звук отличный такой звук включения проверяем поворотники так поворотники немножко прикрыты нашим рулем давайте смотреть что мы можем сделать с рулем руль регулируется и это очень хорошо давайте как-то его так разместим чтоб нам все было видно так ну давайте так вот попробуем да теперь датчики видно но поворотники опять же поворотник опять же получается за рулем темновато конечно в салоне так не знаю как и говорил вроде как будто скрутили яркость в игре так смотрим дальше что мы можем еще настроить 44 зеркала вроде бы нормально настроены так ну я вот не знаю как еще можно исправить ситуацию с рулем вот это максимум что можно выкрутить плохо видно левый поворотник ну хорошо мы мы можем еще наклон немножечко сделать наклон руля вот так вот а теперь вот будет все видно пробуем да все видно есть и анимация есть и индикация отлично и также заметьте у нас здесь показываются километры это очень тоже хорошо и здесь у нас портовой компьютер так поворотник нужно выключить бортовой компьютер переключаем очень выбраны самые нужные показания это круиз контроль раз топлива температура и передача ничего лишнего очень хороший бортовой компьютер хотелось бы вы видите других модельках так все мы все выбрали так следующее что мы проверяем это сигнал отличный сигнал что касается gps немножечко пересвечен но вроде бы в него все видно мы можем также поставить gps от сисела но он будет прикрывать нам обзор дальше что мы делаем это включаем дождь много записывал я обзоров по city car driving и пытаюсь escape поменять погоду так ну неплохо было бы конечно чтобы чтобы разработчики сделали здесь такое такой читерский мод и так видим что на наше на наше окно попадает здесь не попадает дождь но я думаю а нет попадать все хорошо сзади и даже на заднее наше окно тоже попадают капли пытаемся стереть видим что отлично стирается все и есть анимация переключения режимов здесь все хорошо видим у нас датчик еще температуры тут 24 градуса сейчас отлично переходим на внешку так что у нас с трейлером видим что кабели прицепились нормально наш трейлер не убирается в наши спойлеры это тоже хорошо посадка тоже нормально с внешки мы видим что дворники работают отлично здесь все хорошо следующим номером мы проверяем на работу пар итак у нас ночь давайте посмотрим на парке пары светят достаточно ярко каким-то таким фиолетовым даже цветом парам претензий нет проверяем поворотники на зеркала не дублируются к сожалению только такой вариант сзади поворотники тоже хорошо видно отлично включаем обратно день опять пошел дождик это не помеха для нас возвращаемся назад салон а еще я не проверил что с освещением включаем обратно ночь дворники можно что с освещением видим что зеленым подсвечивается наша приборка это очень даже хорошо так дворники видим что есть анимация переключения освещения и есть индикация отлично все работает так на а у нас такая вот синенькая подсветка в салоне тоже очень хорошо за это все плюс включаем день и давайте немножечко проедемся тут прямо сразу же разгрузка но это уже чересчур водится только один вариант поворота так полицию мы вынуждены пропустить больше никого пропускать не нужно едем дальше наверное неудачный вариант выбрал поворота давайте на следующем перехвестке свернем на дело нам нужно где-то припарковаться ну здесь у нас вариантов нету только придется пропустить транспорт у нас пропускает отлично и здесь сразу погрузка но я думаю что нас туда не пустят подгрузка просто какой-то завод сейчас доедем есть техстанция здесь здесь мы можем уже сворачивать ничего отлично получилось заехать отлично хорошо назначение вот этих наклеечек я так и не понял с этой с этой стороны ну они добавляют разнообразие в салон в салоне опять же повторюсь достаточно темно давайте включим подсветку подсветка днем конечно выглядит так себе но достаточно темный салон темноватый такой ну возможно если мы там уберем вот эти все затенения санвизор санвизор и так самый маленький поставил так что касается мода интерьер щек очень хороший много чего меняется есть варианты по по приборке это хорошо по gps тоже два варианта размещения это тоже отлично вот такие дополнительные датчики по левой turbo не знаю на каком это языке это испанский итальянский не знаю так дальше по спалке тоже есть всякие варианты извиняюсь всякие варианты также можно ставить экранчик сюда он с к сожалению ничего не показывают только при нажатии вот уже просто дисплейчик добавляется и стереосистема тоже добавляется интересная такая спалочка там разные виды обшивок разные виды самой кровати обшивка сидения тоже поменялась у нас видим как все довольно таки детально прорисовано что касается приборки тоже мне понравилось мне понравился вот этот портовой компьютер который показывает именно те значения которые нужны они что полный вот этот сжатый портовой компьютер очень хорошо читаемый очень уместный такой портовой компьютер показывает передачи топлива круиз-контроль все что нужно именно здесь мы видим под спидометром мы видим у нас двоечка сейчас написано это я проехал два километра тоже такая интересная мелочь которая добавляет нам удобств мы можем всегда видеть сколько мы проехали рация также добавляется ну рация принципе нормальная нечего тут сказать есть еще аудиосистемы тут климат-контроль и всякие за интерьер большой плюс также есть все анимации и анимации дворников анимация переключения света анимации мы видим тормоза есть стояночного тоже хорошо так я не посмотрел анимирована ли ручка кпп давайте проверяем звук сдавания слушаем ручка кпп не анимирована вот так вот также поддерживается сисал мы видим что бутылочку поставили отлично себе стоит не падает и шторки тоже вешается что касается внешки по внешки тоже плюс кабели работают снежки работают творники есть достаточно много тюнинга на крыше конечно хотелось больше тюнинга ну как бы и так хватает то есть на крыше я не нашел точку где остается свет и там и нету меняются трубы можно менять есть несколько вариантов по вот этим нашим ящиком и баком их раскраска тоже меняется скины тоже есть скины хотелось бы чтоб были более разнообразнее здесь вы там несколько вариантов которые просто повторяются которых просто меняется цвет но скины есть и это тоже классно довольно таки неплохой мод я думаю что ему можно смело поставить 8 из 10 это один из качественных модов которые рекомендую попробовать спасибо что посмотрели мой обзор подписывайтесь на мой канал и до новых встреч